всем привет с вами омбра сегодня мы не будем играть в игры но мы о них поговорим и поговорим мы об играх сегодня вот почему некоторое время назад я взялся записывать для этого канала прохождение визуальной новеллы vampire the masquerade cotries of new york для тех кто не застал собственно этот несчастливый для меня момент это визуальная новелла действия которые происходят в сеттинге так называемого мира тьмы и это городской фэнтези которая повествует о том как молодой вампир или молодая вампирша новообращенные учится выживать на улицах собственно говоря современного нью-йорка однако пройдя на камеру всего два эпизода этой новеллы не пройдя и треть ее я в итоге прошел для себя для конца я как примерно знаю какой объем я прошел на камеру я прошел примерно треть так вот сделав это я прекратил прохождение и снес к чертовой матери оба видео со своего канала почему я это сделал потому что cotries of new york меня пиздец выбесила и я так думаю что в каком-то смысле я задолжал вам мои подписчики и просто мои зрители какое-то объяснение какого хрена я взялся записывать прохождение игры а потом резко перестал его записывать и выбросил уже записанные видео в помойку прикол в том что разговор о том в чем заключается моя проблема с игрой в empire of a masquerade cotries of new york он неизбежно выйдет на более обширную и на мой взгляд пожалуй даже более интересную тему то есть это видео получится таким знаете наполовину ругательным обзором а наполовину обсуждением более комплексного и более на мой взгляд интересного вопроса и вопрос этот мы условно можем озаглавить как персонажная субъектность сразу скажу что термин персонажная субъектность я выдумал самостоятельно потому что пытаясь найти какую-то емкую формулировку в чем заключается моя проблема с cotries of new york я не нашел ничего особо подходящего и решил просто выдумать подходящий термин сам но что я имею ввиду под словами персонажная субъектность смотрите в любой истории в каком бы медиуме она ни была рассказана будь то кинофильм или книга или телесериал или компьютерная игра или настольная ролевая кампания которые кто-то проводит для своих друзей в любом случае когда мы говорим о главных персонажах того или иного произведения мы неизбежно сталкиваемся с двумя вопросами вопрос номер один насколько какой-то конкретный персонаж самостоятельно в принятии своих решений и постановки своих целей у всех персонажей практически есть какие-то цели да что то что они делают и что то чего они добиваются по ходу истории так вот для любого персонажа актуален вопрос насколько он самостоятельно принятие таких решений то есть условно он что-то делает потому что ему самому хочется так сделать или потому что ему какой-то другой персонаж сказал так сделать или его вынудили обстоятельства непреодолимой силы да это первый момент то есть иными словами самостоятельность героя какая-то самостоятельность его целеполагания и второй момент второй вопрос который перед нами встает это насколько решение принимаемое этим персонажем и выборы которые он делает влияют на мир истории на окружающую его действительность иными словами насколько его действия его решения имеют какие-то последствия насколько он может изменить своими действиями мир вокруг себя вот эти два компонента иными словами самостоятельность целеполагания персонажа и результативность его решений вот они в сумме и составляют то что я называю персонажной субъектностью чтобы было совсем понятно что я имею ввиду я приведу в пример две версии одного персонажа которые формально являются одним и тем же персонажем но у них очень сильно отличается вот этот уровень их персонажной субъектности это две версии комикса у суперзлодея джокера одна версия из фильма темный рыцарь 2008 года где джокер играет хит леджер а другая из фильма 2019 года джокер где джокер играет хоакин феникс так вот что я имею ввиду у джокера которым сыграл хит леджер фильмы 2008 года вот эта персонажная субъектность она не просто высокая она сверх высокая джокер 2008 года это если угодно архи субъектный персонаж буквально каждую секунду времени что он вообще находится на экране а также в каких-то моментах когда он на экране не находится но активно действует за кадром так вот каждую секунду своего экранного времени он активно действует он постоянно добивается каких-то целей причем мы не всегда осознаем в чем именно эти цели заключаются мы не всегда осознаем мотивы джокера к достижению тех или иных целей но мы постоянно видим каждую секунду что он находится на экране, что он работает над решением каких-то задач. Он постоянно действует, он постоянно планирует, он постоянно ставит себе какие-то новые задачи, новые цели и активно идет к ним, активно их добивается. Ни разу практически за весь фильм Джокер Хита Леджера, а фильм, кстати, подчеркиваю, не маленький, он там 2.40, по-моему, идет, ну, 2.50 точно там набирается, ни разу практически за все это время Джокер Хита Леджера не является жертвой обстоятельств. Даже когда он буквально сидит в одиночной камере с наручниками на запястьях и Бэтмен пиздит его лицом о стекло, даже в этот момент он контролирует ситуацию. И он работает, сидя в одиночной камере с наручниками на запястьях, он работает над достижением какой-то новой цели. У него есть план и он его придерживается, как говорится. Теперь взглянем на Джокера Хоакина Феникса. Этот персонаж, при том, что он смещается с позиции антагониста, да, на позицию протагониста, то есть это буквально в этой версии, в версии 2019 года, это тот герой, чьими глазами мы смотрим на мир истории и через кого мы эту историю проживаем, он гораздо более пассивен. Он весьма часто делает что-то просто потому, что мир его к этому вынудил. Ну, то есть, гопники на улице бьют его ногами, он там плачет, отбивается, пытается уползти. Мужики, богатые в метро, значит, решили его отпиздить, он, значит, психанул и убил их из револьвера. Его высмеяли на телешоу, значит, на местном аналоге вечернего Ургента с Ромертом Де Ниро, он расстроился и пошел домой. То есть, Джокер Хоакина Феникса, он гораздо более пассивен и гораздо более реактивен, так скажем. То есть, если Джокер Хита Леджера — это активный персонаж, да, активная версия персонажа, то Джокер Хоакина Феникса пассивный, да, он не столько действует сам, сколько реагирует. И обратите внимание, если Джокер Хита Леджера всегда добивается чего-то, потому что он сам этого захотел, да, он сам этого чего-то, мы не всегда знаем чего, но он этого чего-то очень сильно хочет и готов на многое, чтобы это получить, то Джокер Хоакина Феникса до самого конца фильма действует, как действует, потому что его вынуждают к этому обстоятельству, как правило, да, то есть он понуждаем вот этим жестоким опрессивным миром действовать определенным образом. Я подчеркну, что я не провожу здесь никакую границу качества. Я не говорю, что одна версия персонажа хорошая, а другая плохая. Одна написана хорошо, другая плохо. Нет, они обе написаны хорошо. И разница между активным героем и пассивным — это не разница качества, да. Другой вопрос, другой вопрос, что насколько, по крайней мере, мне подсказывает мой собственный какой-то вот зрительский, читательский опыт, активные персонажи нас невольно подкупают. Как бы многим из нас в жизни реально и нравятся такие активные, целеустремленные, инициативные и пробивные люди. И то же самое верно и для вымышленных персонажей. Многим из нас нравятся персонажи, которые умеют ставить самостоятельные цели и предпринимать какие-то активные шаги к их достижению. Но, опять же, разница между активным и пассивным героем — это не разница в качестве написания. Пассивный герой может быть очень хорошо написан и быть очень интересным. Яркий пример — это чувак из фильма «Братьев Коэнов» «Большой Лебовский». Чувак — пример сверхпассивного героя. Он буквально ничего не хочет от жизни. Он буквально ограничен по целям, что он хочет просто заменить обоссанный ковер, и не то чтобы он предпринимает для этого какие-то сверхактивные действия, он просто, ну, типа, плывет по течению, но он очень интересный герой, за ним интересно наблюдать. Это пример хорошо написанного пассивного героя. Тем не менее, активность героя, проявляется ли она на страницах книги или на экране, так как, когда мы смотрим кинофильм, она по неволе подкупает, по неволе завораживает. Но это если мы говорим про те медиумы, где мы в любом случае только пассивные наблюдатели. Мы не можем вмешаться в события, происходящие в книге, мы не можем влезть на экран в мир «Темного рыцаря» 2008 года и помешать Джокеру, или наоборот, помочь ему. Мы пассивные наблюдатели, мы можем лишь смотреть и мечтать со стороны. Вопрос о персонажной субъектности усложняется, когда мы говорим об интерактивных медиа. А под интерактивные медиа я прежде всего понимаю, конечно, игры, будь то настольные ролевые игры или компьютерные игры. В особенности, если мы говорим о компьютерных ролевых играх. Потому что ролевая игра по определению предполагает отыгрыш некой роли, отыгрыш некой личности, а отыграть определенную личность можно, по крайней мере, на мой взгляд, только одним единственным способом. Это совершать от лица этой личности, в роли этой личности, какие-то значимые выборы, которые имеют последствия, и самому определять цели этой самой личности. Да, если мы это можем сделать, то мы, собственно говоря, отыгрываем роль. Да, мы вживаемся в персонажа и создаем определенного персонажа. В этом смысл ролевой игры. Будь то компьютерная ролевая игра или настольная ролевая игра. Я, когда только начинал записывать это видео, я, признаться, поймал себя на мысль, что, возможно, вот эта моя точка зрения на ролевые игры, она чрезмерно субъективна. Но потом я вспомнил один интересный парадокс, на который я какое-то время назад наткнулся. Я вспомнил реакцию фэндома на игры серии Ведьмак. В особенности на третью игру этой серии Ведьмак Дикая охота, которая стала сверхпопулярной, распродалась кучами экземпляров по всему миру, сделала всемирно известным сам цикл Анджея Садковского, и, насколько я понимаю, именно третья часть цикла дала толчок к появлению современной адаптации Ведьмака на Нетфликсе, да, оскоренят шакалы прах их отцов. Так вот, на что я обратил внимание. Когда фанаты обсуждают качество этой игры и хвалят ее историю, ее сюжетостроение, то, как классно там выстроены сюжетные ветки, как правило, эти похвалы относятся не к основной сюжетной линии, а к побочным квестам, к побочным веткам, к опциональным заданиям. И я признался, а почему так? Нельзя сказать, что в Ведьмаке 3 плохая основная сюжетная ветка. Там довольно интересный квест со спасением, значит, суррогатной дочери Геральта Цириллы от призраков Дикой Охоты, все довольно любопытно и интересно. Но люди больше вспоминают, по крайней мере, по моим наблюдениям, больше вспоминают, больше хвалят, им больше западает душу именно дополнительный контент. Контент, который вообще-то по игре можно частично даже пропустить. Почему так? И вот тут я поймал себя на мысли, что возможно, возможно, причина большей привязанности фанатов Ведьмака к побочным квестам, нежели чем к основной линии, она как раз в том и заключается, что в побочных квестах их субъектность гораздо выше. Начнем с того, что побочный квест вы уже на этапе выбора побочного задания, вы уже самостоятельны. Вы можете его взять, а можете не взять. Вы можете содрать бумажку с заказом на монстра с деревенской таблички, а можете оставить ее, где висит. Более того, поскольку побочные квесты не так активно влияют на сюжет игры в целом, там игрокам дается чуть больше свобода, например, в концовках. То есть в побочных квестах бывают альтернативные концовки, которые, скажем так, гораздо более альтернативные, чем альтернативные концовки остальной игры, основной игры. Нет, поймите меня правильно, в основной сюжетной линии Ведьмака тоже есть альтернативные концовки. Но опять же, они достаточно ограничены. Вы в любом случае будете искать Цириллу, вы в любом случае будете меситься с Дикой Охотой, и в любом случае игра придет к считанному числу концовок. И поэтому людям как-то вот в душу больше западают, по моим наблюдениям, именно побочные квесты. Квесты, где можно спасти любимого Непеси, или наоборот своими действиями его погубить, сделать какой-то выбор между меньшим злом, что является вообще важной темой в мире пана Анджиа, и сделать другие осмысленные выборы, которые расскажут игроку и вообще всем, да, аудитории, больше о том, а что за человек Геральт. В основной ветке вы в любом случае будете видеть, что Геральт это заботливый отец, который идет и спасает свою дочь. Но в побочных квестах игрок может сам сформировать дополнительные штрихи, сам очертить дополнительные штрихи к портрету именно своего Геральта. И каждый Геральт по неволе делается, ну, немножко уникально. Обращаясь от Ведьмака к более личному опыту. Почему Жизни и Страдания господина Бранта не только моя любимая ролевая игра, но и одна из моих любимых видеоигр в принципе? Потому что субъектность ваша как игрока и как главного героя истории в Жизни и Страдания господина Бранта, она запредельно высока. Просто запредельно. Буквально все, что делает ваш герой с рождения и до самой смерти, ну, по крайней мере, все, что мы видим в игре, все события, которые происходят в игре, все, что он делает, каждый его выбор имеет значение. Это на самом деле потрясающе. Я не устаю восхищаться тем, как авторам удалось сделать такую игру, где то, как вы пропоете детский стишок в раннем детстве, в глубоком детстве, как вы пропоете вот эту вот простенькую детскую колыбельную, это имеет значение и может иметь значение там вплоть до последних лет жизни персонажа, потому что это там повторение детского стишка определенным образом дает ему вот какой-то балл в одной из характеристик, и именно этот вот последний дополнительный балл, может быть, ему нужен, чтобы пройти какую-то сверхсложную проверку. Это действительно потрясающе. Буквально каждое ваше действие осмыслено, каждое ваше действие имеет какие-то последствия мета-игровые, да, то есть на уровне там цифр, на уровне статистики, но что самое главное, в роли господина Бранта вы полностью определяете вектор вашей жизни. В господине Бранта, если какие-то пути дороги вам оказались закрыты, если у вас какие-то опции под замочком не раскрылись, да, замочек не разомкнулся, и вы не можете сделать того или иного, то, как правило, вы не можете это сделать по совокупности ранее принятых вами решений. Не потому, что игра такая вот злая и несправедливая, а потому что вы сами, приняв или не приняв определенные решения, вы привели вашего героя к такому вот смогу, когда вот это и это выбрать можете, а вот это вы выбрать не можете. Причем господин Бранта, он же крайне субъектен не только в плане целеполагания, не только в плане того, что вы можете своими решениями скрафтить такого персонажа, что из вас получится заправский священник, а можете скрафтить такого персонажа, что из вас получится заправский дворянин. Господин Бранта еще и сверхсубъектен в плане того, какие последствия имеют его решение. То есть, буквально, то, каким итогом придет не только ближнее окружение господина Бранта, его семья, близкие друзья и начальники по службе, но и вся его вообще родина, так сказать, вся империя, в которой происходит действие, это имеет значение. Все зависит от него. Все зависит от господина Бранта. Буквально ни один план, ни одного непися в игре не может реализоваться без помощи господина Бранта. Вот как он поступит, то и случится. Какое решение он примет, то и будет. Это игра со сверхвысокой субъектностью. Я тут должен, конечно, подчеркнуть, что когда мы говорим об играх, субъектность персонажа определяется не только ходом истории, не только строением истории, но и банально игровыми механиками. То есть, когда мы говорим о фильме или о книге, мы можем говорить о субъектности персонажа только применительно к тому, насколько писатель или сценарист выстроил линию этого персонажа, насколько много самостоятельности он ему дал. В случае с игровыми медиумами, мы говорим также о таких вещах, как механика, геймплей и вообще, как это все устроено. То есть, банально, игровая субъектность персонажа может зависеть от того, что вы можете выбирать. Столько опции в диалогах или вы можете принимать какие-то сюжетные решения, вы можете влиять на поступки вашего персонажа. Является ли структура игры истинно нелинейной или же она скорее ромбовидная, как, например, игры компании Telltale Games, когда вы можете формально сделать выбор, но все выборы все равно приводят вас в одни и те же точки и, как бы, на самом деле там, ну, скорее есть иллюзия выбора. Как бы, пока она поддерживается, вы в нее верите, но по факту выбора на самом деле нет. Выбрали вы то или выбрали вы это, все равно вот в одной точке вы сойдетесь. То есть, в играх на это все влияет еще и непосредственный механ, непосредственный геймплей. Геймплей сообщает персонажу или персонажам определенную степень самостоятельности и проактивности. И вот теперь, когда я, надеюсь, более-менее разъяснил для вас этот выдуманный мною с потолка термин игровой субъектности, я хочу, собственно, пояснить одну простую вещь насчет игры Vampire the Maskerade Cotteries of New York. Подчеркну, что то, что я сейчас скажу, имеет сугубо субъективный характер. Я не считаю, что игра, в которой персонаж не самостоятелен и просто едет по ровным рельсам сюжета, она обязательно плохая. Бывают и хорошие игры с такой конструкцией. Я лишь отмечаю, что лично мне, вот лично мне, как игроку, как потребителю, очень нравятся игры, и я предпочитаю игры, где ваша субъектность высока, где вы можете сами ставить себе цели, добиваться их путем каких-то активных действий, и где ваши решения имеют последствия. Поэтому меня, кстати, еще задним примером попрощаюсь, поэтому меня купила игра Suze Red, где вы буквально президент страны, и, конечно, ваши решения имеют последствия. И игра истинно не линейная, там можно ходить разными путями, да, и разными способами решать те или иные проблемы. И то, решите вы или не решите те или иные проблемы, очень сильно определяет конечный облик вверенной вам страны. Так вот, после этого минутного отступления. Причина, по которой Vampire VMS Carried Coatries of New York конкретно заставил меня бомбануть, это то, что в данной игре у вашего персонажа субъектность нулевая. И нет, я не имею в виду, что она слишком низкая лично для меня, или она недостаточная, или она недокручная. Нет, она буквально нулевая. Ваш персонаж в игре Vampire VMS Carried Coatries of New York не властен буквально ни на чем и не влияет буквально ни на что. Ни одно решение, которое ваш персонаж может принять, и я не имею в виду там опции в диалоге или какие-то мелкие опции типа сосать бомжа на улице или не сосать бомжа на улице, а сюжетно важные какие-то вещи, ни одно из решений, герой, кем бы он ни был, там есть несколько вариантов выбора, кем может быть персонаж, короче, ничего из того, что он делает, не является продуктом его собственной воли. Ваш герой ничего в Coatries of New York не решает и не планирует сам. Он все делает только потому, что какие-то другие неигровые персонажи сказали ему поступить так или иначе. Сходить туда, принести это, поговорить с тем-то, решить вот эту проблему. Доходит на самом деле до смешного. Почему игра называется Coatries of New York вообще? Что-то такое Coatries, собственно говоря. В мире игры Coatries это, ну грубо говоря, вампирская банда. То есть это группа вампиров, которая собралась вместе, объединенная какой-то общей целью. И целью вашего персонажа в этой игре является собрать себе вот эту самую Coatries из нескольких доступных вам на выбор вампиров. И возникает вопрос, ваш персонаж решил это сделать почему? Почему, потому что ему одиноко в ночи и он задался целью развеять это одиночество? Или потому что он боится за собственную жизнь и у него стоит задача выжить и найти себе опытных союзников? Нет. Ваш персонаж этим занимается, потому что другой персонаж сказал ему этим заниматься. То есть всю игру мы по факту выполняем чей-то чужой приказ. Причем с какими-то даже не очень ясными целями. То есть нам другой неигровой персонаж говорит, что ну вот когда ты соберешь Coatry, ты значит будешь в большей безопасности, чем ты есть сейчас. Это, кстати, хуйня собачья, мы в конце игры не оказываемся в большей безопасности, мы оказываемся в том же пососаче, с которого и начинали, поэтому все это полная фигня. Но даже если и так, дело не совсем в этом. Дело в том, что главная цель игры осуществляется нашим персонажем, потому что кто-то другой велел нам ее осуществлять. Доходит до еще более смешного. Я не знаю, есть ли она прям в каждом прохождении, у меня, честно говоря, не было запало проходить еще за разные опции протагонистов эту игру, там типа за три разных клана, и мне не хватило на это терпение. Но в той ветке, которую я открыл, есть сцена, когда вашему персонажу представляется возможность как бы разрешить последние узы, связывающие его или ее с миром смерть. В моем случае это было то, что, значит, девушка, которая работала на крупную корпорацию и вот стала вампиром, она может прийти, значит, к своему боссу-сексисту, который всегда ее, значит, унижал и потребительски к ней относился, и она может, значит, ему жестко предъявить своими вампирскими способностями. И, как бы, сама по себе это довольно прикольная сцена, она была бы, наверное, прикольная, потому что вы там реально можете выбрать, как говорить с этим персонажем, как с ним вообще обращаться, как поступить вот этим боссом-сексистом совсем жестко или все-таки помягче. Но есть два момента. Во-первых, то, как именно вы себя с ним поведете, ни на что не влияет. То есть вообще ни на что. То есть вы можете там выбрать что угодно в диапазоне от, мягко сказать, ему ну что, что был таким говном, до буквально его там чуть ли не убить, по-моему, там можно его убить, да. Ну, по крайней мере, сильно покалечить можно. Но это ни на что больше не повлияет. Вы этого босса-сексиста никогда больше не увидите. Он не появится в последующей сцене. Ваши действия не будут иметь никаких последствий потом, даже если вы его больно побьете. Это все абсолютно не важно. Вы это делаете незачем. А второй момент. Знаете, почему ваш персонаж пошел разбираться со своими человеческими проблемами? Потому что захотел? Потому что возникла у него такая потребность, теперь когда он вампир, как-то разорвать связи с миром людей или наоборот их поддержать? Потому что какие-то проблемы немедленно потребовали его решения? Нет, потому что другой неигровой персонаж сказал этим заниматься. К вам буквально подходит неигровой персонаж и говорит, ты должна разрешить свои человеческие проблемы. Ты должна, значит, поговорить с вот этим вот своим боссом-сексистом и навсегда избавиться от его влияния. И повинуясь чужому приказу, ваш персонаж едет к боссу-сексисту и порывает с ним свои связи. Потому что ей так приказали. И так всю, сука, игру. Вот всю игру ваш персонаж занимается тем, что выполняет чужие указивки. Причем каких-то ясных последствий выполнения этих указивок вы так и не увидите. И я не имею в виду не увидите до самого конца игры. Нет, вы и после конца игры их не увидите. То есть вокруг вас постоянно будут происходить какие-то телодвижения. Какие-то старые вампиры будут мутить вокруг вас какие-то интриги. Требовать от вас, чтобы вы на них шестерили и бегали за них курьером куда-то из точки А в точку Б. Чтобы вы носили какие-то, блядь, флешки, какие-то запечатанные конверты, котлеты денег, хуй знает что еще. Постоянно будут происходить какие-то телодвижения. Но зачем это все надо вам? И на что это влияет? И какая вам, по большому счету, хер разница? Какая вам хер разница на этот мир, о котором вы ничего толком не знаете? Ну вот, вот так выглядит эта игра, друзья. К этому добавляется еще один компонент. Выборы в этой игре делаются вслепую. То есть вы помните, например, как в Господине Бранте, когда вы наводите курсор на опцию, вам показывают хотя бы статистику, да, то есть каким числовым изменением приведет то или иное решение. И когда вы делаете выбор, вы делаете его осознанно. Вы как бы понимаете, что вы приобретете и чего вам это будет стоить. Когда, например, вы кликаете на опцию, которая стоит вам, не знаю, там, очка репутации, вы понимаете, что, да, вот я сейчас потеряю очко репутации, я окажусь там на шаг дальше от получения потомственного дворянства, но я это делаю потому-то, потому-то, потому что там вот я, мой персонаж считает это правильным, или потому что там я хочу поднять другой какой-то статус, потому что я там хочу правосудие, не знаю, в провинцию крепить, да. То есть вот вы делаете осознанный выбор. В все зрение выборы закрыты, мы не видим последствия каждого решения, но там есть другой механизм. Во-первых, ну, сами ваши решения сформулированы достаточно прозрачно, и как бы можно понять хотя бы интуитивно, к чему то или иное решение приведет. А во-вторых, в все зрение сделана такая полезная механика предварительных консультаций с советниками, когда вы можете каждое решение, перед тем, как ее принять, вы можете его тщательно обсосать со своими там министрами, депутатами, заместителями, и они вам подробно объяснят про и контр каждого решения. Когда вы его принимаете, вы, как настоящий политик, в принципе, если вы внимательно слушали своих советников, вы принимаете информированное решение. В Empire, VMS, Great Code, Race of New York ничего подобного нет. Приведу простой пример. Там есть побочная ветка, связанная с одним из потенциальных членов вашей катерии, таким, типа, нуарным детективом. И этот нуарный детектив просит вас о помощи. Ему нужно вывести из города, вернее, не вывести, а как-то спасти, спасти вообще от смерти, молодую вампиршу, которую по одной причине, которая нас не суть интересует сейчас конкретно, короче, по той или иной причине официальные вампирские власти приговорили эту молодую вампиршу к смерти. А вот этот вот детектив, он хочет ее спасти. И у вас есть три варианта, значит, как поступить в такой ситуации. Значит, вариант первый, вы можете спрятать ее где-то в городе, в Нью-Йорке, и надеяться, что ее никто не найдет. Вариант второй, вы можете пойти с повинной, значит, с челобитной, к официальным вампирским властям, и попытаться, по сути, выиграть судебный процесс за жизнь вот этой молодой вампирши. И вариант третий, вы можете попытаться мухой буквально за несколько часов вывести навсегда эту молодую вампиршу из города, заставить ее покинуть город, и пусть она уедет туда, где ее никогда не найдут, приговоривши ее к смерти вампирские власти. И вот игра вам вообще не подсказывает, какой из этих выборов, хотя бы приблизительно, может оказаться правильным или неправильным. То есть вообще ничего подобного. Когда вы спрашиваете конкретно персонажа детектива о том, что он об этом думает, он говорит вам какие-то пространные реплики про то, что каждая из этих опций хуевая, и вообще все очень хуевая, и вообще вот как бы мы живем в таком мрачном мире, и, короче, это Чейна Таун, ну, всякая вот эта вот, короче, псевдо-нуарная чепуха. Ничего, по сути, он не говорит. Вы делаете вслепую выбор, в моем случае это было вывести вампиршу из города, попытаться ее, значит, вывести контрабандой, и игра тут же дает вам пососать. То есть объясняется, что вы все сделали неправильно, что, естественно, вампирские власти были вездесущие, заранее все знали, хотя до этого не заявлялось, что они вездесущие, но вот они были вездесущие, и они немедленно, значит, ловят эту молодую вампиршу и казнят ее прямо в вагоне поезда, куда вы ее посадили. И как бы да, это может работать на какую-то трагедию, что вот, типа, значит, мы пытались, но у нас не получилось, и мы пососали, но поскольку я не понимаю абсолютно, как сказать, поскольку я абсолютно не понимаю, что именно привело вот к такому итогу, то есть почему эта опция была неправильной, как бы, чем она была более неправильной, чем две другие опции. Если все три опции преподносились как одинаково хуевые, то как из трех хуевых выбрать ту, которая не хуевая? Или они все хуевые, я, честно говоря, не проверял, я не знаю, можно ли это вампирша спасти в какой-то версии, вообще выбрать какую-то правильную опцию. Я не знаю ничего этого. И получается довольно дурацкая ситуация, что мой персонаж занимается делом, которым он, собственно, и не хочет сам заниматься, ему просто сказали этим делом заниматься, и он, типа, выполняет чужой приказ, и он совершает, ну, точнее, она совершает телодвижение, последствия которых не ясны, результат которых не ясен, и вслепую делается какой-то выбор, который приведет хуй знает к чему, типа, узнаем по ходу. Понимаете, какой момент добро бы, добро бы, если бы это распространялось только на дополнительные квесты. То есть, ну да, условно в одном дополнительном квесте мы сделали выбор вслепую, мы сделали неправильный выбор, получили, значит, плохую концовку, но бывает. Но понимаете, какой прикол, в основном сюжете все еще хуже. Там у вас вообще нет никакой свободы выбора. Если в дополнительных ветках, где вы набираете компаньонов для этой катерии, по крайней мере, есть варианты, как все может закончиться, то в основном сюжете это просто вот прямая рельса. Это просто прямой, как рельса, сюжет, который доводит вас до конца. Там, кстати, доходит до смешного. Там есть такой персонаж, который, он настолько безошибочно считывается, как коварный мастермайнд, который на самом деле за всем стоит, что я решил проверить, что будет, если полностью его игнорировать. То есть он назначает вашему персонажу этот мастермайнд, он назначает некую тайную встречу в городском соборе, и вы можете на эту встречу прийти. И это будет запуск некой сцены, которая служит продолжением вот этой основной сюжетной линии. И я забил на это хуй. Я не пришел на встречу, вообще никогда. Я вообще не выбрал эту сцену. Просто вот забил на нее, она мне абсолютно была неинтересна. Потому что, опять-таки, я знал, что этот чувак мастермайнд, и мне было искренне интересно, что будет, если полностью динамить мастермайнда. И в финальной сцене игры этот мастермайнд выскакивает на вас, как черт из табакерки, и начинает толкать какие-то речи, которых вы, естественно, абсолютно не понимаете. При этом игра явно как бы ожидала, что, ну, естественно, вы должны пойти на эту встречу, естественно, вы должны попиздошить в этот собор. Вам же сказали туда пиздошить, как вы можете вообще ослушаться неигровых персонажей. И, соответственно, вот вам проталкивают целый монолог про то, какой был хитрый план. При этом, естественно, весь этот хитрый план осуществляется строго за кадром. Повлиять ни на что вы никак не можете. И в итоге, как бы, мастермайнд, он осуществляет свой хитрый план. Я бы понял, кстати, если бы осуществление хитрого плана зависело от того, контактируете вы с ним или нет. Но я потом проверил у людей, которые играли в эту игру чуть больше, чем я, и выяснилось, что нет, это концовка единственная. То есть, независимо от того, ходили вы навстречу, не ходили вы навстречу, вообще есть ли вам дело до этого мастермайнда, нет ли вам дела до этого мастермайнда, игра вообще не о вас, не о вашем персонаже. Она о каких-то хитрых планах, каких-то совершенно других левых чуваков, до которых, по большому счету, вам нет никакого дела, потому что вы практически ничего о них не знаете. И я рад бы здесь сказать, что это просто, ну, игра такая не очень хорошая, да, ну, вот, ну, такая игра в Empire of the Escrit, Cod Race of New York, хуёвая, чё поделать. Но нет. Дело в том, что вот та проблема, которую я сейчас описал, это не проблема конкретной игры, это, на самом деле, родовая проблема почти всего с этим Домиратьем. Он во многом, в принципе, так устроен, и в настольной ролевой своей составляющей тоже, что персонажи игроков это пешки в бесконечных гамбитах с крайне низкой персонажной субъектностью, где вы ничего не решаете, за вас всё решают всемогущие неигровые персонажи, которые давно уже на 10 ходов вперёд всё просчитали, и всё, что вы делаете, все выборы, которые вы можете сделать, это в любом случае часть какой-то другой истории, которая вообще не о вас, потому что большинство историй Мира Тьмы, они, увы, не о персонажах игроков, они о других людях и нелюдях. Подводя какой-то итог всему вышесказанным, это та основная и главная причина, по которой я забросил игру в Empire в MSC Red Codries of New York, не буду пытаться даже проходить её дальше, и не буду пытаться проходить другие игры той же серии. Более того, как настольный ролевик, отмечу, что это та главная причина, по которой я, в принципе, очень сильно охладел, кстати, Мира Тьмы, хотя с него я начинал свою ролевую карьеру, потому что меня заколебали истории с низкой персонажной субъектностью. Я, в принципе, люблю более проактивных, более инициативных персонажей, даже в неигровых медиа. А уж в игровых медиа я особенно люблю, когда мне, как игроку, дают возможности принимать осознанные решения, самому ставить свои цели и задачи и принимать решения, которые имеют какие-то видимые последствия. И даже если, как в господине Брант мне предложат выбор продать свою жопу и совесть какому-нибудь Филиппу Эльфера, я хочу, чтобы это был мой осознанный выбор продать ему свою жопу, а не просто рельса, что, типа, ну вот тебе сказали, теперь ты делаешь так. Люблю осознанные выборы, люблю персонажную субъектность. Что ж, тут поделать. Что ж, получилось такое немножко косноязычное видео, потому что говорил я на эмоциях, снова мы были сегодня с вами в режиме говорящей головы, надеюсь, вам понравилось, было интересно немножко послушать мои резоны о ролевых играх и персонажей субъектности. Ну, а мы с вами увидимся, я надеюсь, в самом скором будущем. До новых встреч.